Какое секретное предложение Путин получил от Украины? Кто из американцев тайно общается с кремлевским диктатором? И что происходит с экономикой в России? Неужели Набиулину уволят? Об этом не только поговорим сегодня с нашим гостем, с Владимиром Миловым. Владимир, здравствуйте, рада приветствовать. Здравствуйте, Влаима. Мы работаем в прямом эфире, и я призываю всех наших зрителей подписываться на наш YouTube-канал, ну и, конечно же, пишите свои комментарии, свои вопросы к нашему гостю, и не забывайте указывать, с какой страны, с какого города вы нас смотрите. Владимир, предлагаю начать с одной интересной новости. Об экономике мы, конечно же, тоже поговорим, но вот Путин заявил, что получил некое секретное предложение от Украины. Говорит, что представитель Турции на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке получил от Украины предложение для России, и эту информацию он потом передал в Кремль. Ну и, по словам Путина, он якобы согласился на предложение, но потом президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свой план победы. И это, считает, Путин перечеркнуло возможность переговоров. Владимир, как вы думаете, действительно ли могло быть какое-то послание Путину, или это он манипулирует? Ну, Путин, конечно же, соврет, недорого возьмет. Мы можем много раз вспомнить, как он это делал за почти три года с момента начала полномасштабного вторжения. Я не знаю, там одни из самых ярких таких вот лжей его, как он там потом рассказывал, что мы сами ушли из-под Киева, из северного направления наступления, ушли из Киевской, Черниговской, Сумской области, типа, добровольно, потому что хотели с Украиной подписать мирное соглашение. Вы помните, тогда были эти переговоры. Но все, кто помнит реальную хронологию тех событий, понимают, что, конечно, это все было совершенно не так. Вот, поэтому здесь, что мы знаем о Путине вот с учетом опыта всех долгих предыдущих лет, это то, что он склонен какую-то даже не полуправду, а какие-то там 0,5% правды выдавать вот за какие-то глобальные вещи, выгодные вот его интерпретации. Ну, например, там, возможно, действительно есть какой-то закрытый канал коммуникации, скажем, по поводу, например, взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Возможно, вот там были разговоры о том, что там были какие-то предложения, чтобы взаимно заморозить такие удары. Не знаю, может быть, вот что-то в этом ключе. Вот по поводу снова этих заявлений Путина, то он уже и Скобеевой дал новый комментарий, и еще сказал, что не просто там представитель Турции что-то передавал, а вот Путин сказал, что Эрдоган в Казани передал ему некие предложения по Украине, но он с ними еще не ознакомился. И говорит, что Анкара уже не первый раз передает Москве предложения от Киева, но Украина дважды от них отказывалась, когда вот Россия соглашалась их рассмотреть. Ну и, конечно же, Путин снова повторил, что говорить о каких-либо договоренностях России и Украины пока преждевременно и никаких разменов и уступок не будет. Но Россия готова искать какие-то компромиссы. А про какие компромиссы может говорить Путин, если он снова же сказал, что никаких уступок он делать не будет? То это же не компромисс. Скорее, все, что он говорит, стоит воспринимать исключительно с пиаровской точки зрения. Вряд ли за этим есть какое-то реальное наполнение и содержание. Он традиционно в каждом своем выступлении хочет изобразить Украину таким плохим, недобросовестным актором, который отказывается от всех каких-то предложений с его стороны. И вообще, если послушать Путина, то это как бы типа он за мир, а так вот войну непонятно кто и начал. Но точно не он, если верить его словам. Поэтому мне кажется, это все просто попытка конструировать имидж, что очевидно, когда приезжают к нему в гости представители стран глобального юга, возникает этот вопрос, а сколько вы это все продолжать еще будете? И ему, конечно же, выгодно попытаться изобразить себя стороной, которая хочет каких-то переговоров там, а вот Украина сопротивляется. За этим нет, по моей оценке, ну никакого просто содержания, потому что я думаю, что если бы действительно шел какой-то процесс обмена предложениями, ну так или иначе мы бы знали. Более или менее, вот мы видим, что довольно много утечек, особенно когда участвует большое количество сторон, и вот там такие посредники, как Турция, да, мы видим, что так или иначе все становится известно, что там обсуждается, поэтому никаких подтверждений словам Путина нет. Я думаю, что это он говорит просто в имиджевых целях, и на это можно в целом не обращать внимания. Ну еще одна утечка. Стало известно, что Илон Маск с конца 2022 года регулярно общается с Путиным, и они обсуждают личные темы, деловую и геополитическую напряженность, пишет The Wall Street Journal. Ну и также издание говорит, что правительство США в курсе того, что происходит, но они держат эти переговоры якобы в секрете. Кроме Путина, Маск общался также и с главой его администрации Кириенко. А что это за такие переговоры, о чем может Маск говорить с Путиным, и зачем он с ним вообще общается? Ну, во-первых, это совершенно неудивительно, потому что все это абсолютно соответствует той риторике и поведению, которую Илон Маск в последнее время демонстрировал. То есть он стал таким, очевидно, пророссийским игроком в американской и международной политике. Но для него, с точки зрения Маска и его частных интересов, это дело понятно, потому что Маск фактически сделал ставку на свое политическое будущее в возможной администрации Дональда Трампа, куда он хочет войти. И вот Дональд Трамп и люди, которые его окружают, они рассматривают вот эту постоянную связь с Путиным как свой актив. То есть они считают, что они как-то на Путина влияют и смогут с ним о чем-то договориться, и это создаст им определенное преимущество, если Трамп пойдет на новый президентский срок. Поэтому видно, что российская сторона очень хочет коммуницировать с Маском, потому что, во-первых, Путин и его окружение, они всегда очень любят большие деньги. Во-вторых, Маск – это человек, который действительно владеет очень серьезными американскими военными космическими секретами, и им, конечно, хотелось бы его раскрутить на какую-то информацию. То есть это взаимовыгодное. Маск считает, что его контакты с Путиным и его администрацией сильно помогут ему на будущем новом, допустим, сроке Трампа, а для команды Трампа они видят этот канал коммуникации с Кремлем как тоже свой актив, что они смогут решить какие-то, как они считают, внешнеполитические проблемы, имея с Путиным хорошие отношения. Поэтому идет такая подготовка с обеих сторон к вероятному новому сроку Трампа. Неудивительно, что Трамп и его окружение используют Маска как канал коммуникации, потому что это, в принципе, довольно распространенная и очень любимая Путиным и многими диктаторами из третьего мира вещь, когда какие-то неформальные вещи, которые сложно обсуждать напрямую с крупными политическими величинами, их обсуждают через таких вот бизнес-эмиссаров. То есть все это очень-очень стандартная схема. Ну, готовятся они. Кремль очень хочет нового срока Трампа, и Трамп тоже готов с Путиным работать. Вот нашли такого удобного всем сторонам коммуникатора. Так это, наверное, не только Трамп через Маска пытается держать связь с Кремлем, но если издание пишет, что и правительство США в курсе таких переговоров, то получается, они не против, чтобы такие связи были? Ну, не знаю, потому что мне известно, им это не очень нравится, и там есть серьезные опасения, что Маск может выболтать какие-то очень серьезные американские секреты. Надо понимать, что Илон Маск в силу своей вовлеченности как контрактор с НАСА и другими американскими ведомствами, он, конечно, допущен к топовым секретам, которые, конечно, очень интересны Путину. И поскольку, помните скандал восьмилетней давности с частными имейлами Хиллари Клинтон, здесь-то масштаб информации, которой Маск владеет и может просто лично в разговоре разболтать, он на много порядков выше. Поэтому мне кажется, что в американской администрации многие озабочены вот этими его контактами, но, с другой стороны, они мало чего могут ему сказать, потому что Маск важен, то есть они сделали на тот же SpaceX очень серьезную ставку, например, по космосу, и в целом от него зависят многие важнейшие технологические вещи сегодня для Америки, поэтому скорее они пока наблюдают за этим, но в действующей администрации я вижу, что там есть определенное недовольство этими контактами. Друзья, напишите вы, пожалуйста, свое мнение по поводу этих тайных переговоров и якобы секретных предложениях, что вы об этом думаете. Ну и, конечно же, поставьте лайк этой трансляции, у нас еще один соведущий, Люцек, поэтому тут точно нужно ему поставить сердечки и написать комментарий. Сегодня на заседании Совета Центробанка по ключевой ставке все ждут поднятия этой ставки. И вот говорят опрошенные Reuters экономисты, что Россия повысит учетную ставку до уровня февраля 2022 года, до 20%, а вот банки готовятся к еще более резкому шагу и говорят, что вообще 21% поставят, что станет, по сути, для России самым высоким уровнем ставки ЦБ с 2003 года. Владимир, а что вы ожидаете? Будет ли такое повышение и на какой отметке они вообще могут остановиться? Повышение точно будет. Вот мы буквально скоро узнаем. Я лично считаю, что это будет больше, чем шаг в 1%, то есть не 20%, а выше, может 21% или 22% или еще выше, потому что, знаете, мы довольно долго наблюдали вот эту политику какого-то небольшого пошагового повышения ставки, но она не работает. То есть инфляция высокая. Вот последние данные, что недельная инфляция 0,2%, но это много. Это такой достаточно высокий уровень, при том, что высокая ставка действует давно. Уже почти полтора года назад они начали эту политику повышения ставки, и это никак не влияет, ничего не останавливает. Поэтому если они хотят и дальше пытаться ставкой погасить инфляцию, в чем я очень сомневаюсь, что это у них выйдет, очевидно, здесь другие рецепты нужны, и это не помогает все это дело. Но в любом случае здесь, мне кажется, вот ясно, что такими короткими шагами ни на что не повлияет. Рынок не заметит повышение ставки с 19 до 20. То есть нужно какое-то большее, такое где-то даже шоковое увеличение. Хотя и это, скорее всего, не сработает. Поэтому я жду как минимум более серьезного шага повышения. Но с другой стороны, даже не в этом дело, а дело в том, что все равно, какое бы ни было число сегодня, то ставка очень высокая, и они обещают сохранять ее в течение длительного уровня. Это очень губительно для подавляющего большинства российского бизнеса и российских предприятий. То есть год назад, когда они всю эту политику увеличения ставок начинали, они обещали, что этот период будет очень коротким. Фактически вот периода, когда ставка будет снижена до какого-то приемлемого уровня, его не видно. То есть это как если бы вы вошли вот в речку переплыть ее, и вы видите другой берег, он недалеко, но потом оказывается, что вы в море, и там на горизонте не видно никакой земли. Но очевидно, что бизнес так долго не сможет существовать, и это приведет к очень серьезному торможению и снижению экономической активности в России. Поэтому мне вот интересно, почему они будут в этой ситуации делать. Тут нет хорошего выбора. Если они начнут ставку снижать, будет гиперинфляция хуже, чем в Турции. Если дальше будут повышать, они убьют всю предпринимательскую активность. Вот такой очень интересный выбор у них. А повышать ставку это все из-за этих триллионных вливаний в ВПК? Абсолютно. Причем мне поразительно, насколько вот Центробанк, вы знаете, у нас любят хвалить руководство Российского Центробанка за какой-то там профессионализм мифический, но при этом все понимают, что это главная проблема сегодня, это вбрасывание вот этих триллионов в армию и военное производство. При этом само производство не успевает. То есть чем объясняет Центробанк высокую инфляцию? Что деньги вбрасываются, но предложение не успевает за спросом, потому что все эти наши производственные монополисты, они коррумпированные, ленивые, не имеют доступа к технологиям из-за санкций, вообще ничего не умеют. То есть вот это вот физическое производство, оно никак расшириться не может в ответ на вбрасывание денег. Поэтому деньги идут все на потребительский рынок и в рост цен, вот инфляция-то из-за этого, но ЦБ и Набиулина вот упорно отказываются прямо открытым текстом это сказать, что единственный способ притормозить инфляцию – это закончить войну и резко сократить военные расходы. Ну вот такой слон в комнате, они пытаются какими-то действовать традиционными монетарными методами и вот этого слона не замечать. Но это не получается. Я думаю, что не получится и дальше. Тут Чемизов уже в открытую пошел против Набиулина и во время своего выступления в Совете Федерации глава госкорпорации Ростех Чемизов, он обвинил Центробанк в проблемах российской промышленности и говорит, что вот как раз все из-за высоких ставок по кредитам и вообще сейчас все предприятия, они останутся без прибыли. Давайте мы послушаем, что он еще сказал. Вместе с тем есть ряд существенных негативных факторов. Серьезный тормоз для дальнейшего роста промышленности это рекордный уровень ключевой ставки. Взаимными средствами предприятиям пользоваться просто невыгодно. О чем я уже неоднократно говорил. Просто если мы будем продолжать так дальше работать, то у нас практически большинство предприятий станут банкротами. Поэтому сегодня стоит вопрос, либо мы прекращаем весь экспорт высокотехнологичный, то есть самолеты, средства ПВО, корабли и так далее. То, что требует длительный срок производства, год и более. Ну, либо что-то необходимо предпринимать. Так может быть просто закончить войну и будет уже все хорошо. Но это открытый наезд. Очень интересно, что по сути уже пошла такая реальная схватка. А вот мы с вами, помните, мы летом примерно говорили о том, что вот осенью начнется такое открытое противостояние по поводу того, что экономическая политика не помогает вырулить из всей этой ямы и что лоббисты именно в том числе будут наезжать на Центробанк. Вот это максимально серьезно из всех возможных наездов. Потому что я убежден, что Чемизов сегодня ключевой бенефициар войны и лицо наиболее приближенное к Путину. Это вот видно по очень многим признакам. Ну и вот он сам говорил, выступая в Совете Федерации, что его корпорация Ростех поставляет примерно 80% вооружений на фронт в зону боевых действий в Украине. Так вот, собственно, то, что такой тяжеловес прям пошел в открытую атаку, причем как и где, в Совете Федерации, там у него за спиной сидит Матвиенко, постоянный член Совета Безопасности, там весь этот зал сенаторов. И он не то что, то есть Чемизов не сказал в каких-то мягких выражениях, типа давайте подумаем, как нам скорректировать денежную политику. Он прям призвал прекратить жесткую политику высоких ставок, начал угрожать такими для Путина прямо тяжелыми последствиями. То есть он сказал, что у нас все заводы обанкротятся, мы будем вынуждены остановить экспорт вооружений, по сути дела. То есть это постановка вопроса, типа или я, или она в отношении Набиулиной и вот ее монетарной, жесткой монетарной политики. Поэтому это вот те самые противоречия, которые наконец-то вылезают наружу. Это не просто какой-то спор, это речь идет о ключевом элементе государственной политики, потому что все, кстати, и Путин тоже формально подтверждает то, что Набиулина говорит. Он говорит, что цель добиться снижения инфляции это главное, поэтому мы будем идти на жесткие меры и вот держать высокую ставку. Фактически это вот такой первый открытый челлендж вот всей этой политики со стороны настолько крупного лоббиста, которым является Чемизов. Я хочу напомнить, вот знаете, моя версия в том, там много обсуждали, почему уволили бывшего министра обороны Шойгу в мае месяце. Я лично считаю, что это было сделано по настоянию Чемизова, потому что Шойгу перед своей отставкой он несколько месяцев объезжал военные заводы и ругался на их руководство, а это вот собственно заводы Ростеха, заводы Чемизова, и ругался на их руководство за то, что они не делают продукцию вовремя и нужного качества. Кстати, новый министр, преемник Шойгу Белоусов, он это дело прекратил и заводы Чемизова сейчас вздохнули спокойно. Поэтому у меня такое ощущение, что Чемизов пошел уже в такую лобовую атаку с целью прям свалить Набиулина. Посмотрим, чем это кончится, но вы знаете, это хороший признак. То есть уже вот этот прям глубокий раздрай по системным вопросам экономической политики вылился уже в высшие коридоры и наружу. Это признак того, что ситуация идет в разнос. Ну и вот, как я сказал, у них нет хорошего выбора. То есть если пойти на поводу у Чемизова и ставку снижать, то будет гиперинфляция, а это будет надолго плохо всем. То есть это вот будет тот момент, когда российская экономика прям свалится в гиперинфляционную спираль, из которой очень тяжело потом вылезти. Если продолжать политику Набиулина и держать жесткую ставку дальше, то загнется промышленность и весь бизнес. В этом смысле они как бы оба правы, и Чемизов, и Набиулина. Поэтому выбора здесь нет. Единственный нормальный выбор был бы остановить войну и резко снизить все эти военные расходы. Но вот они боятся об этом говорить и даже поднять этот вопрос. А как вы думаете, это что, Набиулиной стоит сейчас переживать за свое кресло или наоборот, Путин выберет ее, потому что уже ранее говорили о том, что у них хорошие отношения, что она его якобы там спасла, и экономику России тоже. Я думаю, что он выберет Чемизова. Во-первых, потому что здесь большие деньги. То есть, еще раз, все это вот, это же тоже не просто так. Путинская система, это про деньги. И Чемизов вот сам озвучил цифру, когда в Совете Федерации выступал, что выручка Ростеха в этом году превысит 3 триллиона рублей. То есть, это, грубо говоря, треть военного бюджета России уходит на Ростех. Это речь идет о бюджете этого года. В следующем, я так понимаю, планируется еще его дополнительно увеличить. Ну, вот, понимаете, это ближайший соратник Путина, который вот по всем признакам, он с ним проводит много времени, Путин прислушивается к его советам, и там еще замешаны большие деньги. То, что Путин в этой ситуации выберет не его, а Набиулину, я очень сомневаюсь, еще и по той причине, что Набиулина давно обещает погасить инфляцию вот такими жесткими мерами, но у нее это никак не получается. И вот в чем сейчас отличие ситуации, что если раньше Путин Набиулиной доверял, потому что ей как-то удавалось финансовую систему стабилизировать, то сейчас, вот именно в последние месяцы, это доверие оказалось резко утрачено, то есть ситуация здесь изменилась. Почему? Потому что ее жесткая политика вообще никак не срабатывает, то есть вообще. То есть не видно даже никаких признаков замедления инфляции, хотя высокую ставку держит очень долго. Она обещает, я вот-вот скоро все сделаю, дайте мне еще ставку повысить. Но от этого очень больно ближайшим к Путину лоббистам. Поэтому я думаю, что у Путина отношение сейчас меняется, и терпение к Набиулиной заканчивается. А, конечно, большими деньгами и личными связями он больше привязан к Чемизу. Я думаю, что Набиулину скоро уволят и поставят более покладистого какого-то чувака, который начнет ставку снижать. Ну, дальше, как это бывает, вы знаете, мы можем вспомнить и Россию начала 90-х, и Турцию с Аргентиной. Вот мы идем примерно, скорее всего, в ту сторону. А как же то, что тоже были слухи, что Набиулина якобы на хорошем счету у наших западных партнеров, что, возможно, они даже не против, чтобы она была потом вместо Путина? Нет, я думаю, что видно, что у нее сейчас она такая одиночка, и у нее нет какого-то самостоятельного политического будущего в этой системе. Все, на чем Набиулина держалась до сих пор, это то, что она умело пугала Путина кризисом, то есть она представляла себя такой единственной спасительницей от возможного крупного макрокризиса с гиперинфляцией, спадом и так далее. Путин помнит, как это было в начале 90-х. Он не хочет повторения всего этого дела, и вот из-за этого она вот нашептывала ему на ухо и сохраняла свое личное влияние на Путина. Каких-то больших там союзников в этой системе у нее нет. Вот своей жесткой денежной политикой она себе там нажила много врагов среди лоббистов, поэтому я не вижу у нее никакого политического будущего. Знаете, скорее всего, если вот она уйдет в отставку в обозримое время, то она станет в России таким изгоем. На нее повесят всех собак, как вот примерно на Анатолия Чубайса, тоже такая вот известная фигура, и такая расхожая фраза еще с 90-х годов во всем виноват Чубайс. Вот этим всем лоббистам будет очень выгодно, в том числе и свои вот эти псевдопатриотические медиапомойки, да, им будет очень выгодно все проблемы списать на то, что это виновата вот либералка Набиуллина, значит, нагадила нам, и мы теперь расхлебываем. Поэтому у нее очень мрачное будущее. Я думаю, что она, вот уйдя в отставку, я считаю, что это вопрос ближайшего времени, она останется такой одиночкой, виноватой во всем, и на нее будут вешать всех собак. Поэтому, честно сказать, ее положение представляется таким довольно незавидным. Официальная статистика Росстата пока не видит проблем в промышленности, и объемы выпуска в стране в январе-августе увеличились на 4,5%, а в проект бюджета на 25-й год правительство заложило рост производства еще на 2%. То есть повышение ставки не повлияет на производство оружия и техники? Не, влияет сильно. Например, вот в первом квартале рост промышленного производства был около 6%, а в третьем квартале 3%. Таким образом, в два раза замедление почти что, и оно идет довольно быстро и довольно серьезно, и даже тот же прогноз Минэкономразвития российского на следующий год, он говорит, что в обрабатывающей промышленности будет снижение темпов роста с 7% в этом году до менее 3% в следующем. Это включает и все те статьи, которые вбирают в себя военное производство, там готовые металлические изделия, это оружие, боеприпасы, военная электроника, оптика, и боевая техника, которая проходит по статье «Прочие транспортные средства». Так что замедление сильно идет. Вот Чемизов не стал бы так выступать, если бы не было видно всех этих тенденций, что ставка очень сильно охлаждает производство. Смотрите, в чем проблема. О чем Чемизов говорил в Совете Федерации, что вот эти все предприятия, они получают авансом, ну, типа 30-40% денег. И остальное они получают в конце по итогам сдачи уже готовой продукции. Это значит, что на две трети своего бюджета им надо кредитоваться, а кредитоваться по таким высоким ставкам, ну, я не знаю, там, рентабельность у этих предприятий, вот сам Чемизов в мае цифру называл, она в среднем по военной индустрии рентабельно составляет 2% с небольшим. Ну, понятно, а банковские кредиты сегодня это сильно за 20, то есть 25 или там под сколько они берут деньги. Понятно, что они несут сильные убытки на этом, что это увеличивает их издержки, а в контрактную прибыль и цену с государством по оборонзаказу им это дело не заложено. Поэтому, конечно, длительный период высоких ставок будет вызывать замедление, уже вызывает, вот на днях министр экономики Решетников признал, что да, есть серьезное охлаждение экономики в третьем-четвертом квартале, так что влияет это все дело. Видите, вот Чемизов тоже сказал в Совете Федерации, а в очередной раз произнес это слово стагфляция, когда темпы роста резко падают, а инфляция высокая. Это максимально неприятное такое спиралевидное явление, из которого очень-очень тяжело вылезти, потому что при высокой инфляции никто в долгую не инвестирует, все не знают, сколько деньги будут стоить. И это, соответственно, усугубляет спад. Без инвестиций экономика будет только дальше охлаждаться и проседать. Поэтому вот здесь выход из такой спирали очень-очень тяжелое дело. Мы это помним и на наших российских примерах в том числе. Поэтому охлаждение происходит, и оно даже по цифрам довольно заметно. По поводу доллара, то аналитики говорят, что его цена преодолеет отметку в 100-110 рублей. И западные журналисты пишут, что власти Российской Федерации якобы не будут пытаться остановить этот процесс и делают не это специально, чтобы обвалить рубль и собрать еще больше денег на войну. Владимир, а возможно ли это? И правда ли, что сейчас Путин будет специально делать все для того, чтобы рубль ослабился, ну и чтобы у него было больше денег? Вы знаете, я не согласен с вот этими теориями о том, что власти выгодно ослабление рубля. Потому что ослабление рубля имеет несколько разных сторон. Да, с одной стороны, больше рублей от экспорта приходит в бюджет, с другой стороны, больше приходится тратить на импорт, в том числе всяких критических товаров и для потребительского рынка, и для той же военной промышленности. Например, удорожание самых разных импортных компонентов для военной промышленности это огромная проблема. Если рубль ослабнет, вот они в рублевом выражении, все эти компоненты и технологии будут дороже. Это большая проблема, потому что у военных предприятий длинный утвержденный бюджет в рублях. То есть, соответственно, если им надо больше рублей на что-то импортируемое, это серьезная трудность. Это надо идти в Минфин, бюджет пересматривать и так далее. Дальше рост цен на импортные товары, рост рублевой стоимости импортных товаров подстегивает инфляцию. А это как бы главная проблема. Сегодня все трудности из-за инфляции, даже, знаете, на этой неделе интервью РБК дал министр финансов Силуанов, и он признал, что вот эти резкие увеличения дополнительных расходов бюджета в этом году, это связано прежде всего со ставкой, потому что выше расходы стали непрогнозируемы на субсидирование процентных ставок по кредитам, выше расходы по процентным платежам по госдолгу. Таким образом, инфляция, то есть ослабление рубля влечет за собой инфляцию, инфляция влечет новые затраты бюджета. Поэтому вот этот разговор, что якобы ослабление рубля выгодно бюджету, это неправильно, я с этим не согласен. В чем здесь история с курсом рубля? Что единственный инструмент, который мог повлиять в последний год на сдерживание курса, это вот этот переход к драконовскому требованию о почти стопроцентной обязательной продаже валютной выручки экспортера. И было ясно, когда они год назад в октябре 23-го года это дело ввели, было ясно, что долго это не продлится, потому что экспортерам это максимально неудобно. Это осложняет их жизнь, увеличивает их издержки, им приходится там, круговорот рублей появился такой термин, потому что им приходится все равно валюту потом обратно откупать, затраты у них растут и так далее. Им сейчас резко послабление ввели и снизили требования по продажу валютной выручки, потому что на экспортеров это плохо на них сказалось, на их экономике. Плюс еще проблема с расчетами с Китаем, Турцией и другими странами из-за вторичных санкций. Поэтому власти ослабили требования по валютной выручке, рубль пошел снова слабеть. Возможности дальше эту меру вводить их нету, поэтому рубль будет ослабевать. Мы, да, увидим, я думаю, и 100, и 110. Ну, насколько это выгодно для государства? Какая это выгода в виде роста рублевых доходов от экспорта есть? Но, как я сказал, есть много и минусов. Поэтому это такая неоднозначная ситуация. Я думаю, что если бы у них был выбор, они предпочли бы рублю ослабевать, не давать, потому что все-таки инфляция сегодня для них это проблема номер один. Кстати, по поводу этих расчетов с Китаем, с Турцией, то Путин же хотел как раз на этом саммите БРИКС создать какую-то новую финансовую систему. Я так понимаю, что ничего у него не получилось. А что все-таки добился Путин на саммите БРИКС? Что может повлиять положительно теперь на экономику? Да ничего. Вы знаете, в принципе, вам нужно знать только одну новость. Это даже не новость, а новость очень вчерашняя про саммит БРИКС. Что у БРИКС есть свой банк. Он называется новый банк развития. New Development Bank. Так вот, этот банк БРИКС еще летом 23-го года объявил, что он прекращает финансирование новых проектов в России из-за режима международных санкций. То есть не хочет под вторичные санкции попадать. Это так и остается до сих пор. То есть, несмотря на все призывы российских властей, разморозить новое финансирование от банка БРИКС России не удалось. Банк БРИКС, главный финансовый институт, который они создали, новым российским проектам денег не дает. И саммит в Казани, сколько бы они там пышно не фотографировались, не обнимались, не целовались, никаких изменений здесь не произошло. То есть от банка БРИКС Россия деньги как бы не получает. Что касается вот этой системы расчетов, которую Путин предлагает, здесь есть один простой очень вопрос, что все страны БРИКС, они маниакально вцепились в очень жесткий контроль и регулирование своих валют. Они там не любят их обращение за рубежом, пытаются каждую транзакцию контролировать. Вот вы помните, наверное, проблему с рупиями, когда там российские поставщики, экспортеры не могли вывести рупии обратно из Индии и до сих пор так и не могут эту проблему решить, потому что индийское правительство против использования рупии за рубежом. Это нам говорит о чем? О том, что вот эта цифровая система, где будет свободный обмен валютами без контроля со стороны правительств и центробанков стран БРИКС, она противоречит сегодняшнем реале. То есть это значит, что странам БРИКС придется свои валюты в какое-то свободное плавание отпустить хотя бы частично. Они этого делать не хотят. Поэтому я не знаю, для кого Путин эти презентации рисует. Пусть он сначала с Индией проблему по расчетам по рупиям решит хотя бы. Или вот с Китаем вообще возникла ситуация, когда у нас фактически есть юани для внутреннего рынка российского и юани в Китае, которые не дают перевезти в Россию. То есть вот такой двойной разделенный рынок юаней для российских компаний. и банков возник. Поэтому куда здесь, как вот в эту зарегулированную систему помещается какая-то свободная система цифровых расчетов, не знаю. Это какие-то фантазии Путина, которые максимально оторваны от того, что реально происходит на земле. Блумберг пишет, что Россия восстанавливает импорт, несмотря на санкции, препятствующие оплате. И говорит, что российский импорт в третьем квартале восстановился до уровня прошлого года, чему способствовал рост внутреннего спроса, несмотря на то, что международные санкции создают трудности для платежей. А как тогда получается у россиян наращивать этот импорт? Ну, смотрите, я бы не сказал, что он прям восстановился. И здесь вопрос не в восстановлении, а в росте скорее. То есть, скажем, импорт из Китая в денежном выражении в прошлом, в 2023 году, вырос примерно на 50% год к году, 2023 к 2022. За 8 месяцев этого года только на 2% рост импорта, то есть он затормозился, вот восстановился там это одно, но дальнейшего роста нет. А для роста российской экономики, конечно, надо импортировать больше товаров, потому что мы сами ничего не производим. Поэтому видно, что хотя они находят какие-то пути обхода вот этих проблем с расчетами, но выйти на высокие темпы роста импорта они не могут. Это уже вот вид выглядит как недостижимая цель. И то, что они объемы импорта более или менее восстановили, это связано с огромными издержками на вот эти новые цепочки посредников. Приходится работать через там третьи страны, через десятки там других банков и фирм. Были вот оценки такие, что это утяжеляет издержки участников внешнеторгового оборота до 30%, ну, 10% как минимум. Это все, как, кстати, признает и Эльвира Набиулина в своих выступлениях, это очень проинфляционный фактор. То есть импорт восстановили, но перспективы роста импорта нет, а тот, который сейчас идет, связан с большими издержками, и это тоже влияет на инфляцию. Поэтому вот эта угроза вторичных санкций, она так или иначе очень сильно работает, и даже вот эти обходные пути даются крайне сложно и недешево. Путин впервые прокомментировал информацию о присутствии северокорейских солдат на российской территории. Он говорит, что, конечно же, как всегда, это все не Россия развязала и привела к эскалации. Но при этом он напомнил, что Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, но и говорит, что этот документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из его участников. Но, наверное, Путин пытался Ким Чен Ыну показать, что вот видите, на нас напали, я имею в виду, Курскую область, и поэтому сейчас корейцы там появляются. Но при этом же Путин увеличивает выплаты тем, кто подписывает контракт, то есть россиянам. А сейчас, получается, одновременно включается фактор Северной Кореи. Вот, Владимир, как вы думаете, а зачем Путину Кандер на войне? Он как, не хочет мобилизовать своих? Или все-таки россияне уже многие столкнулись с последствиями этой войны? Я думаю, что с одной стороны это такая пиаровская акция. Кстати, если посмотреть на реакцию последние две недели, когда пошли эти сообщения о северокорейских солдатах для Путина, то очень многих это напугало. Не потому, что вот эти там сколько, три тысячи или двенадцать тысяч солдат это что-то опасное, а потому, что очень многие начинают думать про некий бесконечный ресурс, то есть, что Северная Корея поставит еще больше солдат, и это Путину как-то сильно поможет на фронте. Я думаю, что задача этого была, вряд ли мы увидим от КНДР каких-то больших вот чисел войск, приехавших в Россию. Почему? Потому, что у них собственная армия, то есть, скажем, двести или триста тысяч солдат отправить на фронт, это, на мой взгляд, невозможно, потому, что, ну, это от трети до половины их боеспособной армии, которая у них есть сегодня, там можно спорить о цифрах, они не будут так оголять себя перед вот лицом роста напряженности на Корейском полуострове. Они могут дать ему там, я не знаю, десять, двадцать, тридцать тысяч солдат, вряд ли сильно больше. На фронте это ничего не изменит. Поэтому, мне кажется, это скорее такая пиаровская акция. Видите, Путин по многим направлениям пытается Украину и Запад напугать и создать такое впечатление, что ему срочно надо идти на какие-то уступки, иначе он скоро победит. Да, он и наступает там на разных участках фронта, вот солдат из Северной Кореи там привез и так далее, в Иране там о ракетах договорился. Поэтому, мне кажется, что это скорее часть такой пиаровской операции. Что касается вот именно там набора в российскую армию, идет он плохо и очень тяжело. У нас были вот публикации там издания Верска рассказывает о том, что очень старый возраст тех, кого сейчас набирают по контракту, там 45 лет и выше, вот они изучали этот вопрос. Это, кстати, в принципе соответствует вот данным Минобороны прошлого года, которая сказала, что средний возраст мобилизованных на фронте 35 лет. То есть половина, грубо говоря, это 40 и старше. Вот вот эта ситуация, как бы солдаты в возрасте вряд ли могут участвовать в крупномасштабных наступательных операциях. Поэтому это такая себе армия по качеству. Я думаю, что вот это обращение к НДР это, в принципе, один из признаков отчаяния, что он уже не может найти больше солдат в России. Идут люди только возрастного плана, что дальнейшие, например, новые волны мобилизации, кстати, мы их так и не видим. Это подтверждает гипотезу о том, что это все очень сильно вредно для экономики и рынка труда. Поэтому приходится пытаться аутсорсить это у Северной Кореи. Но много солдат они не дадут. Там уже отдельный вопрос про их качество, владение русским языком, возможность коммуницировать с руководством, пользоваться дронами или средствами коммуникации и так далее. Это я даже не обсуждаю. Просто у меня ощущение, что это вот так и останется в каком-то ограниченном формате, что много солдат Северная Корея просто не может дать, потому что в противном случае они себя оголяют в случае возможного какого-то конфликта на Корейском полуострове. Ну и тут же никто не откидывает вопрос межнационалки, как будут они себя вести с русскими и те с северокорейцами, потому что сейчас много информации о том, что там уже чеченцы возмущаются по поводу, что их не любят. А тут посмотрим как. Посмотрим, да. Я думаю, что вот в принципе вот этот языковой, социальный, культурный барьер он будет очень-очень сильным. И это, кстати, видно вот там же ну это не первый случай, не единичный использование каких-то иностранных солдат или наемников или там обманутым образом затянутых туда на фронте. Это приводит к серьезным напряжениям. Там поэтому думаю, что этот фактор тоже будет иметь место. Владимир, огромное спасибо вам за разговор, за то, что вы нашли время для эфира. Я желаю вам хорошего и спокойного дня. И напомню, что Владимир Милов был с нами на связи. Вы, друзья, не забывайте подписаться на наш ютуб-канал и на ютуб-канал Владимира Милова. Ну и, конечно же, поставьте свои лайки, напишите комментарии, указывайте, с какой страны вы нас смотрите, с какого города и пишите свои мнения, свои вопросы для следующих наших эфиров. Всем спасибо за внимание, хороших новостей и до встречи. Спасибо большое, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok